Мы говорим сегодня о том, как предупредить и обезопасить. И наш сегодняшний собеседник, руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Министерства ГОИЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко. Юрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Кубань – это регион с целым спектром погодных условий, которые так или иначе могут стать причиной каких-либо проблем. Однозначно, вашему ведомству всегда есть работа. Расскажите, пожалуйста, чем занимается Центр мониторинга и прогнозирования? Что входит в ваши обязанности? В первую очередь, это, конечно, прогноз наиболее заблаговременный возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Конечно, в первую очередь, природного характера, потому что именно природные факторы наносят наибольший ущерб экономике края, представляют опасность для жителей края, в первую очередь, наводнение. Вот именно от наводнения у нас страдает Кубань в первую очередь, и наибольший ущерб как раз приносит наводнение, хотя на Кубани отмечаются практически все опасные явления погоды, за исключением только цунамия. Все остальные, они присутствуют. Единственное, нет ураганов, которые характерны для Атлантики, но у нас есть ураганный ветер, в Новороссийске отмечается ураганный ветер, причем скорость его может достигать именно характеристик урагана, это 58 метров в секунду, как было у нас 7 февраля 2012 года. Это тот ветер, который уже может разрушать капитальные сооружения. Соответственно, основная задача, конечно, вовремя спрогнозировать возможное возникновение ЧАЭС с детализацией по муниципальным образованиям. Здесь очень много подводных камней, связанных с прогнозом синоптической обстановки, гидрологической ситуации. И, конечно, в первую очередь с тем, что прогноз – это вероятностное событие. Поэтому, конечно, мы должны оценить не только саму опасность переводного явления, степень его опасности, но еще и состояние инфраструктуры, на которое это явление будет воздействовать. Потому что одни линии электропридач, которые, допустим, прошли модернизацию несколько лет назад, они выдержат ветер 25 метров в секунду. А те, которые построены еще в 50-х годах, конечно, могут их уже не выдержать. И 15-метровый ветер в секунду. Поэтому вот здесь, конечно, идет анализ всего комплекса факторов, включая и состояние инфраструктуры. А есть у нас еще такие районы, скажем так, неблагополучные с точки зрения инфраструктуры? А нисколько неблагополучные с точки зрения инфраструктуры, сколько по степени изношенности различных. Много таких? Вполне хватает, потому что, конечно, где-то шли работы более интенсивно по замене, допустим, линий электропередач и сетей коммунального хозяйства, водопроводов, трубопроводов и так далее. И в том числе даже крышно-социально значимых объектов где-то еще не успели это сделать. Поэтому, соответственно, вот это все как раз учитывается. И, в первую очередь, это, конечно, основное внимание идет это на прогноз наводнений, как мы с вами в самом начале начали говорить о том, что они носят наибольший ущерб экономике края и представляют наибольшую опасность для жителей. Если мы берем все остальные опасные явления, то как раз наводнения стоят в первую очередь, наводнения и паводки. Этому способствует и специфика нашего региона в плане аэрографии. То есть у нас очень много горных рек, где паводки развиваются стремительно, уровни повышаются до значительных отметок. От ординара могут повышаться до 5-6 метров буквально за час, а то меньше, в зависимости от выпадающих осадков. У нас выпадают очень сильные дожди, когда за один час может выпасть 100 миллиметров осадков и больше, а это 100 литров на каждый квадратный метр. То есть объемы воды очень значительные, которые как раз приводят к развитию таких скоротечных и разрушительных паводок на реках. Скажите, а чем отличается центр мониторинга от метеорологической службы? А вот мы как раз только что об этом говорили. У нас получается, что гидрометслужба, она прогнозирует прогноз погоды, то есть идет прогноз метеорологической, гидрологической характеристики. Но ведь если идет прогноз, в котором говорится, что местами в крае ожидается ветер 17-15, местами 20-25. То есть в 15-17 ветер еще не представляет такой опасности для объектов инфраструктуры, а вот уже 25 и больше он уже представляет опасности. Там у нас могут не выдержать крыши, не могут выдержать ветхие строения. Точно так же, как и с осадками прогнозируется, допустим, при прохождении фронта осадки местами сильные. Вот там, где они выпадут местами сильно, они могут вызвать у нас подъем уровня рек и, соответственно, развитие, ухудшение паводковой обстановки. Гидрометслужба ведет наблюдение за параметрами рек, атмосферы, то есть гидрологии и метеорологии, и составляет прогноз погоды. Вот мы, основываясь на этом прогнозе погоды, проводим его детализацию и дальнейшую его проработку с точки зрения, где вот эти факторы, которые прогнозирует гидрометслужба, могут оказать уже или создаться параметры, которые могут представить опасность для инфраструктуры жителей края, где могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Мы прогнозируем уже не прогноз погоды, а чрезвычайную ситуацию. Но для того, чтобы этот прогноз чрезвычайной ситуации, он был оперативный и детально проработанный, в том числе и с детализацией по муниципальным образованиям, необходимо, чтобы прогноз анализировали специалисты, которые как раз понимают, как составляется прогноз, как он разрабатывается, и могли его критически, если так можно сказать, или творчески переработать, уточнить, дополнить, используя весь тот объем информации, который нам предоставляет гидрометслужба. Плюс сейчас у нас очень хорошее подспорье – это краевая сеть мониторинга поводка обстановки, которая включает в себя автоматические гидрологические комплексы и автоматические метеостанции, которые как раз нам дают представление о том, что происходит у нас на территории края в плане гидрологии и метеорологии, из тех районов, где нет государственной наблюдательной сети, то есть те районы, которые не освещены с точки зрения метеорологических наблюдений. Это именно те районы, горные районы, где происходит формирование поводков, то есть выпадение осадков в горной зоне, там, где уклоны у нас, рельефы довольно большие, и вот где как раз эти осадки не успевают впитываться в пущу, а скатываются мгновенно в реки, и реки сразу же, естественно, уровень в них растет, а дальше эта паводка-волна распространяется вниз, уже нанося ущерб. Поэтому знания о том, какие осадки выпадают, вот как раз в зоне формирования паводков, они очень важны. Вот краевая сеть мониторинга паводка и обстановки, это возможность нам предоставлять, но опять же, необходимы специалисты, которые эту всю информацию будут усваивать, перерабатывать и, соответственно, уже дальше ее выдавать, если так можно сказать, уже в виде прогноза развития чрезвычайной ситуации. И в то же время не только прогноз сделали и как бы все, а еще и мониторить развитие этой ситуации непрерывно, круглосуточно, что у нас выполняют наши дежурные службы, они работают в круглосуточном режиме. А в каком году был создан центр Минюнг? В 2015 году. Было понятно, что объем работ возрастает, особенно по работам, связанных с обеспечением достоверности краевой сети мониторинга паводок и обстановки, когда было понятно, что эту сеть необходимо поддерживать в таком состоянии, чтобы она обеспечивала достоверность данных и унификацию, и единообразие с государственной наблюдательной сетью. Чтобы были те данные, которые предоставляет гидромет, они были унифицированы с нашей сетью. То есть посты были привязаны к Балтийской системе, все так, как государственная наблюдательная сеть. Все работы на них по определению достоверности данных были выполнены в соответствии с государственными нормативными документами, с требованиями Росгидромета. Эти посты соответствовали точно всем тем требованиям, которые предъявляются в государственной наблюдательной сети. Вот тогда, когда у нас все данные унифицированы, тогда можно создавать единое информационное поле, обеспечивающее как и создание прогноза гидрологического и метеорологического подразделениями Росгидромета, так и нашей структурой по уже усваиванию этого прогноза и на основании него разработки прогноза развития чрезвычайной ситуации. Но вот только это единое информационное поле, отвечающееся всем требованиям государственной наблюдательной сети, чем мы и занимаемся. То есть у нас постоянно полевые отряды работают на гидропостах, проводится нивелировка этих постов, совместно с отделами ГОЧС определяются и корректируются отметки неблагоприятных и опасных уровней. У нас горные реки, у них очень быстро идет деформация русла, наносы, потому что после каждого паводка река может изменить русло, может произойти размыв берегов, может измениться и глубина реки. Соответственно, если раньше в районе этого населенного, какого-нибудь населенного пункта, река пропускала определенный объем воды, то после паводка, когда произошли наносы, уже при выпадении такого же количества осадков, уровни, соответственно, поднимутся выше и будет происходить затопление. Потому что река обмелела и, соответственно, получается уже при тех же объемах будут другие последствия. Вот эти все работы по определению всех этих изменений, происходящих с рекой, в тех местах, где стоят автоматические гидрологические комплексы, проводят наши специалисты и дальше мы выдаем рекомендации уже отделам ГОЧС, муниципальных образований, идут корректировки и отметок. И, соответственно, вот эти все знания учитываются при разработке прогноза и мониторингу ситуации, когда идет у нас, выпадают сильные осадки, и дежурные и прогнозисты уже отслеживают ситуацию на предмет того, как по выпадающим осадкам идет реакция каждой реки и где может возникнуть у нас ситуация уже, которая может вызвать чрезвычайную ситуацию. И вот эта заблаговременность этого прогноза, своевременно, она очень важна для оперативных служб. Во-первых, здесь важно время, чтобы мы могли своевременно предупредить оперативные службы, которые реагируют на чрезвычайную ситуацию. Это может быть и муниципальный уровень, и краевой уровень, и федеральный уровень. А, соответственно, мы должны и заблаговременности... То есть, вот сейчас мы знаем уже, как выпадают осадки по нашим пунктам. Реакция реки начинается не меньше, ну, где-то около трех часов. Вот эти три часа уже дорогого стоят. То есть, мы уже выиграли три часа на увеличение заблаговременности прогноза. И самое главное, что посты теперь нам позволяют еще детализировать тот район, где может возникаться часть. Потому что, согласитесь, корректировка или определение местами, временами, она не дает представления, в каком же месте оперативные службы сосредотачивают, для того, чтобы там примитивные меры применить, и, соответственно, вовремя провести оповещение населения. То же самое главное, это ясно, что дома мы не сможем убрать из зоны потопления. Но, как бы, часть эвакуировать имущество, а самое главное, предупредить население, чтобы оно не попало в зону потопления и не было человеческих жертв. Вот самая главная задача. А, соответственно, это оповещение должно прийти максимально заблаговременно. Вот как раз вот эти, наша сеть и работа прогнозистов, она позволяет это сделать. То есть, мы сейчас именно над этим работаем, чтобы как раз увеличить и время прогноза, и детализацию, чтобы как раз сосредоточить силы и средства уже не местами, временами, а на конкретном водотоке, в конкретном муниципальном образовании, на конкретных населенных пунктах. Вы говорите, с 2015 года почему раньше не создали такой аналитический центр? Центр существовал. Он существовал у нас в виде подразделения управления пожарной безопасности нашего министерства. Но, как бы, по мере того, как мы набирали кадры, по мере того, как разрасталась сеть, естественно, что некоторое время потребовалось, чтобы мы уже, как бы, вышли, смогли быть самостоятельными. То есть, когда мы уже отработали навык работы и в поле, и навык работы по прогнозу, и, соответственно, смогли уже и, если так можно сказать, обрасти технической базой, что позволило уже работать самостоятельно. Вот, кстати говоря, вы в своей работе используете какие-то новейшие технологии? В основном, конечно, мы используем работу на нашей сети, о которой мы только что говорили, она полностью автоматизирована. Это совсем другой уровень наблюдения. Обычно на гидропосту, вот в государственной наблюдательной сети, в гидромедицентре работает наблюдатель. Стоит водомерная рейка, наблюдатель приходит, измеряет уровень. Там каждый час, каждые два часа передают эти данные. Есть автоматические посты, но дисперсность измерений, там, час, полчаса. Краевые же посты работают каждые 10 минут, идут измерения. Каждые 10 минут, как и осадков, так и уровня. И по охвату сети она значительно больше. Она включает у нас 189 автоматических гидрологических комплексов на территории края. А осадкомерных комплексов 38. То есть мы практически по количеству, значительно больше охват территории идет, чем, допустим, сеть гидромета. И, соответственно, это позволяет, этот большой объем работ, информацию, он позволяет более уверенно прогнозировать гидрологическую, в частности, гидрологическую ситуацию на реках. А осадки, естественно, нам позволяют уже прогнозировать развитие того, как, где у нас могут быть склоновые стоки создать проблему, где у нас осадки могут вызвать подтопление низменных мест и так далее, и так далее, и так далее. Это как бы одна часть. Но здесь у нас есть и нагонные явления на Азовском побережье, и на Азовском побережье тоже у нас стоят 7 автоматических гидрологических комплексов, которые позволяют нам контролировать уровень Азовского моря и вовремя провести работы по прогнозированию и оповещению населения во время нагонов. Вот последний нагон у нас был в сентябре 2014 года, когда затопило у нас Должанскую, Ейск, Примоск-Ахтарск. Линогоны – это у нас большая проблема для Азовского моря, потому что они регулярные, и подчастую они наносят очень значительный ущерб, как это было в октябре 1969 года, когда затопило Темрюк, Примоск-Ахтарск, всадки, и волна распространилась на практически десятки километров по дельте Кубани. Скажите, а вот с какой точностью можно дать прогноз в километраже, я имею в виду? Вот самый сложный вопрос – это как раз точность прогноза. Да. Несмотря на то, что сейчас, конечно, наука продвинулась очень сильно в развитии прогнозов, и та точность прогнозов, которая раньше была, даже 20 лет назад, она характерна до трех суток, то сейчас такая точность прогноза уже на пять суток, а прогноз на сутки уже достигает 95%. То есть высокая оправданность, но все равно при этом прогноз остается вероятностным событием. И как бы мы… И как бы мы… Да, потому что в природе существует фактор непредсказуемости, и мы никуда ни от него не денемся. И как бы мы технически не оснащались, как бы мы какое количество станций не ставили, мы будем приближаться к этой заветной цифре 100%, но мы никогда к ней не приблизимся, к сожалению. И вот этот там оставшийся, может быть, один-полтора процента, он всегда будет портить жизнь синоптиком. И все будут говорить, опять синоптика, обещали дождь или наоборот. Не обещали дождя, а произошел дождь. Здесь это связано как раз именно с тем фактором, как раз непредсказуемости, потому что подчистую прогноз погоды, он прогнозирует явления, которые на момент прогноза не сформировались, их еще причины. И вот когда в этом прогнозе мы прогнозируем, допустим, причины сначала, которые сформируют, допустим, сильные дождь, и там какой-то у нас процент ошибки. И вот по мере того, как мы приближаемся к искомой увеличении, это вот эти все маленькие-маленькие, там 0,10-0,5%, они суммируются, и на выходе мы получаем ошибку в 3, в 4, в 5% неизбежно. Тем более, что на развитие атмосферных процессов, гидрологических процессов оказывают влияние ведь не только циклоны, антициклоны, но и солнечная активность, состояние атмосферы в толще практически 20 километров и так далее. Температура океана, распределение тепла по поверхности океана, у всех на слуху льния и так далее. То есть даже те процессы, которые далеко находятся от России, но они оказывают влияние на развитие погодных условий. Недаром же у всех на слуху, вот Атлантика в этом году активная, поэтому у нас зимы не было. То есть это те процессы, которые зарождаются далеко от территории России, но они оказывают на нее влияние. И для того, чтобы прогноз у нас был максимально достоверным, надо учитывать все. Но, к сожалению, мы многое еще не знаем, надо говорить об этом прямо, мы не знаем, как себя ведет достоверно кухня, погода и океан, потому что в самой глубокой точке океана человек был всего лишь два раза, а на Луну, как ни странно, шесть раз высадка была. Мы об океане, то есть о своей планете знаем значительно меньше в некоторых вещах, чем, допустим, о Луне, как ни странно. Ну что ж, спасибо большое за беседу. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.